В этом видео мы проведем своеобразную экскурсию внутри эукариотической клетки. И начнем мы с того, что вспомним, что такое эукариотическая или эукариотная клетка. Это клетка, внутри которой есть покрытые мембраны органеллы. Это, можно сказать, органы клеток. И в этом видео мы рассмотрим некоторые из таких покрытых мембраной органелл, которые и делают клетку эукариотической. А начнем мы с вами с элементов, которые встречаются во всех клетках без исключения. Каждая клетка ограничена клеточной мембраной. Я нарисую ее побольше, чтобы внутри клетки хватило места на все. Немного ее подштрихую, чтобы показать, что клетка у нас объемная. Нам чаще показывают клетки в разрезе, поэтому многие забывают, что в основном они скорее сферической объемной формы. Хотя не все клетки сферические. В природе существует многообразие. Практически во всех клетках, за редкими исключениями, которые я упоминал в предыдущих видео, хранится генетическая информация в виде молекул ДНК. Один из ключевых признаков эукариотической клетки заключается в том, что генетическая информация хранится внутри специальной, покрытой мембраной органеллы. И эта органелла называется ядром. А ее мембрана, соответственно, ядерной мембраной. Я ее тоже подштрихую, чтобы показать, что она объемная и окружена ДНК со всех сторон. И это первая покрытая мембраной органелла, о которой мы сегодня поговорим. Ядро соединяется с другой покрытой мембраной органеллой. Мы еще поговорим об этом подробнее в следующих видео. Это я изобразил отверстия или поры в ядерной мембране. И эти поры соединяются с органеллой, замысловатым названием эндоплазматический ретикулум или эндоплазматическая сеть. Эндоплазматический ретикулум можно представить в виде многослойной мембраны. Я сейчас стараюсь изо всех сил, чтобы изобразить эндоплазматический ретикулум, как можно более наглядно. Он начинается от пор ядра и имеет вид многослойной мембраны. Я не буду рисовать ее вокруг всего ядра, хотя, как правило, эндоплазматический ретикулум окружает ядро со всех сторон. Какие функции выполняет эндоплазматический ретикулум? В других видео мы говорили, что когда клетке надо считать генетическую информацию с ДНК, она передаётся на так называемую матричную РНК. И матричная РНК, несущая эту информацию, выходит из ядра сквозь поры ядерной мембраны и перемещается к рибосомам, прикреплённым на поверхность мембран эндоплазматической сети. Я изображу несколько таких рибосом. И, как мы уже с вами обсуждали в других видео, рибосомы – это органеллы, в которых информация из матричной РНК транслируется непосредственно для синтеза белков. Вот это у меня на рисунке – рибосома. Некоторые рибосомы прикреплены к мембране эндоплазматической сети, некоторые свободно плавают в цитоплазме. Такие рибосомы называются свободными. Та часть эндоплазматической сети, к которой прикрепляются рибосомы, называется гранулярный эндоплазматический ретикулум. Рибосомы, находящиеся на поверхности мембраны, В микроскопе похоже на гранулы. Я написал гранулярный ER, это сокращение от гранулярный эндоплазматический ретикулум. И есть фрагменты эндоплазматической сети, к которой не прикрепляются рибосомы. Они называются агранулярный эндоплазматический ретикулум, то есть тот, у которого нет гранул. Кроме этого, в клетках есть органелла под названием аппарат или комплекс Гольджи. Он похож на эндоплазматическую сеть, но не связан с ядерной мембраной. В нем белки и другие молекулы упаковываются для транспортировки в другие места, например, для использования вне клетки. И в будущих видео я расскажу, как молекула белка попадает в аппарат Гольджи, где ее упаковывают в некое подобие конверта, производят над ней определенные действия, а затем транспортируют за пределы клетки. Еще одна из самых известных внеядерных органелл, которую можно назвать электростанцией клетки, это митохондрия. Нарисую ее вот таким энергичным малиновым цветом. У нее есть своя собственная митохондриальная ДНК, причем весь генетический материал митохондрий передается строго по материнской линии, и внутри митохондрий синтезируются молекулы АТФ. Это у нас митохондрия. Как я уже сказал, ее можно назвать электростанцией клетки. И самое удивительное в том, что поскольку у митохондрий есть своя собственная отдельная ДНК, ученые полагают, что когда-то они были отдельными одноклеточными организмами. И в процессе эволюции митохондрии стали жить в симбиозе с предками наших клеток. В какой-то момент они настолько сблизились, что стали даже совместно делиться и размножаться. И митохондрия преобразовалась в органеллу эукариотической клетки. Если мы будем рассматривать клетки растений или водорослей, то встретим в них так называемые хлоропласты. У нас с вами хлоропластов нет, потому что в наших организмах не протекает процесс фотосинтеза, но в растениях они есть. Если мы заглянем внутрь хлоропласта, то увидим в нем телокоидные стопки. Итак, это у нас хлоропласт. Они находятся в клетках растений и водорослей. У животных хлоропластов нет. В них протекает процесс фотосинтеза. В клетках есть и другие органеллы, которые не так известны, как, например, митохондрии, хлоропласты и тем более ядро. Это, например, вакуоли. В растительных клетках вакуоли, как правило, очень большие. Это у меня объёмная картинка, поэтому нарисую вакуоль поверх других органелл. В растительных клетках вакуоль может занимать значительную часть внутреннего пространства. И даже более того, по сути, формировать структуру растительной клетки. Настолько она большая. Вакуоль – это в первую очередь хранилище для воды, но в ней могут находиться и различные ферменты. Ферменты – это вещества, которые помогают протекать реакциям. Например, помогают расщеплять сложные соединения для дальнейшего их использования в клетке. Итак, вакуоль. Они встречаются не только в растительных клетках, но и в животных. Просто в растительных клетках вакуоли могут быть очень большими и очень заметными. Еще одна органелла, тесно связанная с функцией вакуоли, называется лизосома. Раньше считалось, что она есть только в животных клетках, но относительно недавно ее нашли в растительных клетках. Лизосому тоже можно назвать контейнером. В ней находятся ферменты, используемые для разложения отходов жизнедеятельности клетки или посторонних, ненужных клетки веществ. Слово «лизосома» происходит от греческого «лизис» – «разложение». Итак, лизосома содержит ферменты, помогающие разлагать вещества. На этом пока закончим. Это, разумеется, не все органеллы, которые встречаются в эукариотических клетках. Но зато вы можете представить, как сложно устроены клетки и сколько в них различных структур. И даже если я перечислю вам все окруженные мембраны органеллы, даже это не даст вам полного представления о сложности устройства клетки. Так или иначе, клетки устроены очень-очень сложно. В них есть структуры, которые помогают перемещать вещества и молекулы, транспортировать их от органеллы к органелле. Если вас уменьшить и поместить внутрь клетки, то вы увидите, что клетка устроена гораздо сложнее, чем самый большой мегаполис. В ней происходит много всего одновременно. Молекулы и вещества постоянно движутся, клетка растет, делится, органеллы реплицируются. А значит, это только самое начало. Мы лишь поверхностно взглянули на то, как устроены кирпичики, из которых складывается наша жизнь. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.